Привет, дорогие ребятушки, с вами снова Артур, мы продолжаем играть в The Guest. Третье видео, мы находимся в лабиринте своего сознания, какая-то хрень происходит с нами, я на самом деле не знаю, хорошо это или плохо, потому что здесь довольно однообразно. Здесь вроде как красиво и даже, я не знаю, как-то умиротворенно, после всего того, я не знаю, дикого и странного, что происходило в нашем номере, здесь ты чувствуешь себя как-то довольно спокойно, но между тем я не могу отсюда выбраться. Тем не менее, в конце предыдущего видео мы с вами выяснили, что здесь есть определенная последовательность. Допустим, сначала нам нужно входить в авто... Оф-то, господи. Чё? В правую дверь, потом в левую дверь, потом снова в правую дверь, а вот дальше я пока не знаю. Так, правая дверь. Здесь мы видим полки, значит мы идем правильно. Теперь мы идем в левую дверь. Назад идти, кстати, кто-то предположил под последним видео, нифига нельзя. Левая дверь. После этого мы идем в правую дверь. Где же Юджин? На самом деле Евгений, как вы понимаете. А здесь чего-то нет, ничего нет. Правая дверь. И в прошлый раз после этого мы пошли в левую дверь. И в итоге попали на самое начало. Соответственно, сегодня мы с вами пойдем направо. Давай попробуем, почему бы и нет. Телевизоры. На телевизорах постоянно что-то происходит. Но стоит начинать смотреть сюда, и ты понимаешь... А оно все еще за это. Ну, игра. Брось мне кость. Давайте выберемся отсюда уже, потому что это реально хватит. Лео Сайенс. Мы наука. Мы, похоже, идем правильно, но я не уверен. Мне нужно уточнить в офисе. Мы наука. Я так понимаю, сейчас будет... Мы наука, да. Может быть, эту дверь я смогу как-то открыть. Нет. Давайте попробуем последний раз. Нет, мы вышли. Все нормально. Я бы сейчас реально пошел бы назад, и хрен бы тогда знать, чем это кончилось. Масляная лампа, судя по всему. Какой-то непонятный... Это же я собирал эту штуку. То есть я ее в итоге и взял. Че-то совсем нездоровый здесь происходит. Я все это время был в отрубе. Блин, эта игра, она просто офигенна. Но, понятное дело, у любителей экшона был чувствовать себя здесь крайне неуютно. Тут надо думать. Вот туда нужно вставить что-то эдакое. И что-то эдакое мы ее взяли. Хорошо. Ладно. Оставить себе. По телевизору по-прежнему ничего. Вполне возможно, мы только что поймали коричневую волну. Если вы в курсе, что это такое. Так, ладно, да. Попробуем тебя... Не-не-не, никакого использовать. Подожди. Отмена Q. Мы попробуем тебя комбинировать. Комбинировать вот с этими двумя кольцами. Получилось именно то, что нам нужно, да. Давайте мы его посмотрим. Да, похоже, что это оно. И оно пульсирует. Оно такое ощущение, что каким-то образом пытается с нами вступить в контакт. Я, честно говоря, не совсем знаю, что происходит. Но я буду прощать, наверное... Так, ну-ка, я понял. Я все понял. Ага. Единственное, что плохо, то, что нам придется постоянно отвлекаться. Вот оно что. Нам нужно выставить все примерно так, чтобы оно было примерно вот эдак. Так, полоса продольная. Ага. Ну, ты, соответственно, у нас встаешь тогда вот таким примерно макаром. А можно как-нибудь поровнее поставить, пожалуйста, я спрошу? Явно нет. Ага. Ну, типа, ок. После этого переключаемся на вторую. И пытаемся ее как-то выпрямить в эту сторону, что ли. Я на самом деле не верю, что это хорошая идея. Так, теперь проверим, так ли оно все стоит, как нам нужно. Что-то как-то, честно говоря, совсем не так. Хрен его на самом деле разбери. Ну, вроде верно, не знаю. Я бы поставил прямо вот так, но играя. А тут вот эти вот миллиметражи, они критичны как-нибудь, нет? Может, вверх... Да хотя, вроде не вверх ногами, вроде как раз-таки мы все делаем правильно. Так, ладно. Теперь у нас должны быть какие-то злостные вот эти вот, да? Ну, ты знаешь, похоже, что... Вот так нужно сделать. Это было просто. Не очень удобно, но просто. Он смотрит... О, господи, ты что пугаешь? Кто он? Куда смотрит? Япона, мать. Ой, мамочки. А! Увы. Соответственно, Science. Ой, господи. Что, прям вот так вот, что ли? Игра-то чего? Так, я ничего не хочу сказать. Ничего не хочу сказать, но... Я, на самом деле, мало что понимаю сейчас, на данный момент. Но вот это вот мы с вами решили. Ладно. Далее. Так, ну, я не могу сказать, что это как-то мне помогает, и что-то с этим, что... Что вообще? Подожди, люк заблокирован. Угу. Ну, соответственно, этот люк, может быть, как-то можно разблокировать, я не знаю, подставку попробовать использовать. Нет, не могу это использовать. Короче говоря, что-то произошло, но пока что мы с вами не знаем, как решить. Причем, причем, я думаю, что в итоге это мне очень неплохо кое-что поможет. Я просто пока не знаю, что и не знаю, как. Не так много подсказок. Есть телек, по телеку не особо много показывают. Фильм, я так понимаю, не туда использовать, да? Соответственно, все через эту штуку. Ну, через жопу. Так, а тут у нас, я не помню... А, мы что-то взяли. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что со всем этим можно делать. Это довольно сложная штука какая-то. Я так посмотрю. Слушай, а это что за книга такая? Позвони ему, 48151. Ну, вот, уже что-то. Подожди, я эту книгу брал. А почему... Подожди, я же ее оставил в прошлый раз. Ладно, хорошо. Ну, по крайней мере, по этому номеру я не звонил. Давайте попробуем позвонить. Почему бы и нет. Давай немного музыки, это мне начинается уже как-то подпекать. Так, вроде пока никто не пытается меня убить, значит все. Остальное со всем справимся. Так, 1-4-8 там было, да? Посмотрим. 48151. Вернее, вот так. 48151. Ясно. Ну, я думаю, что вот эти цифры все-таки немного перепутаны, нет? Доктор Леонов. Табл-трапдор сейчас открыт. Пожалуйста, пройдите. Ясно. Хорошо. Люк на столе. О-о-о-о. Ну, это многое объясняет. Так, хорошо. Вставляем сюда фильм. Использовать. Посмотрим. Что происходит? Объясните мне, пожалуйста. 8-7. Я схожу с ума? Я сейчас брожу в потепках своего сознания? Или со мной правда что-то не так? Комната 297. Моя кровать. Загородил с собой такой. Так, ну, это... Это вот он здесь. Так, эта штука... H равно... А-а-а... 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 Слушай... H равно вот это... И... И нам... Ну-ка, подожди. Не-не-не-не. Ага. Ну, допустим. Ага. И, соответственно, мне нужно сделать... Так, вверх-вниз. Влево-влево. Да, блин, такой сильный. А-а-а... Вот так. Эм... Сложно быть, я думаю. Хм. Так. Эм... Д... Д... Игрек... Эм... Эм... Дис... Дис... Дисто... Эм... Дисто... 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 Дистопи, что ли? Дисто... О-о-о-о-о... О-о-о-о... Б-э... И... Да! Прыгун. Ну-ка, я просто сейчас бы... Дистопи... Все ясно. Все понятно. Это элементарно. Эм... Так, хорошо. Соответственно, все-таки башка-то у нас поехала, раз у нас тут дистопия. Ясно. Ну, я не знаю. Давай посмотрим. Эм... Я еще не в ту сторону, короче, как это такое. Эм... Так. Я думал, что вот этот мне, кстати, очень тяжело даст голову. Я так посмотрел в нее, думаю... Япона, мать, думаю. А в итоге вот как она вышла. Открыто. Так, пусть тут будет что-нибудь приятное. Глаз. Отлично. О-о-о... Рукоять. Отлично. Берем себе. Ирен Сидуа. Найдена мертвой в Белграде. Серьезно? Ирен Сиду. Найдена мертвой в Белграде. Ирен Сиду, 38-летний французский психолог. Автор новой книги «Анализ человечества. Обнаружена мертвой в Белградской крепости прошлой ночью». Госпожа Сиду считалась пропавшей с того дня, как она по таинственным причинам пропустила свою презентацию в рамках Конгресса ЕСП, проходившего в прошлом месяце. Сербская полиция обнаружила ее тело неподалеку от кустарника в крепости. В настоящий момент неизвестна причина смерти и имела ли место убийство. Лишь бы со мной такого не происходило. Не хочу. Так, тут ничего нового не появилось. Там все. Ну, давай посмотрим, что у нас в итоге эта рукоятка дает использовать. Сила — это машина природы, это невежество. Так, тихо, блин. Ничего, по звуковому тону теперь нужно догадываться о чем-то, да? Или как? Тут же даже ничего не происходит, на самом деле. Я думаю, что мне это пригодится, но... Это было тупо. Может быть, я смогу с чем-то... Хорошо. Довольно любопытный вопрос, что же со всем этим дерьмом делать? А, слушай, она была закрыта. Ты подбираешься ближе. Так, подожди. У меня, как обычно, медведь на ухо наступил. Пем-пем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Да блин, дебилы кусок Спасибо Так, хорошо, давайте сегодня поудобнее Не знаю, знаете, что мне нравится эта игра? У меня весь день так тупо проходил А тут внезапно, тут надо так думать И реально, то есть напрягаешь мозг И разминка для мозгов неплохая И по-моему довольно интересная Но тут темно и мне не очень нравится Мне очень-то тут темно, на самом деле Хм, ну Ааа, какого? Только авторизованного персонала А можно я тут немножечко посмотрю? Тут столько всего интересного Нет, да, нельзя? О, вот Так, хорошо Я не знаю пока что со всем этим делать Я пока не особо и вдумываюсь на эту дверь А ты, слушай Сейчас знаешь, что выяснится? Что у нас С вами Какое-нибудь убежище Я не знаю, сверху там Постапокалипсис И все дела Нужно зажечь эту лампу А я могу? Это не вопрос Довольно просто Слушай, только в ней нету бензинчика, да? Так, чтобы в ней был бензинчик Мне нужно Гель для тела, может быть Нет, я думаю, это не нужно делать Хорошо Так Спирт Использовать Не могу это использовать Жаль Комбинируйте Я их между собой тоже как-то не могу Пластырь, карандаш Пластырь, мыло Тарелка, статуя Документ, спирт Шампунь тоже, наверное, плохая идея Так, ну ладно, любопытно Не могу это использовать Ну попасть я туда не могу Короче говоря, мне нужно Тут очень темно И на самом деле мне бы не помешало Какое-нибудь Подсвечивание всего этого дела Потому что здесь Реально темновато И свет на самом деле даже не предвидится, похоже Ну так, если посмотреть за окном Погода нормальная Черт его знает Не могу это использовать А, подожди О, вот это очень кстати СТО Отчетчики Возьмем Доброе утро, дорогие коллеги Я немногословный человек Потому постараюсь вырезать свою благодарность Максимально емко и лаконично Я рад присутствовать на этом конгрессе И я бы хотел поблагодарить всех своих коллег Благодаря которым я могу сегодня быть здесь Избрание председателем конгресса Значит очень многое Это поистине большая честь Я через многое прошел Чтобы оказаться здесь И стать тем, кто я и есть Меня привела сюда не только наука Мой прошлый опыт Слепили из меня Врача и личность Это мое обращение Да, речь доктора Евгения Леонова Жизненный опыт Это все В конечном счете Это и есть мы Мой опыт Говорит мне, что наука и общество Тесно связаны Неразрывно Будучи гуманистами Мы обязаны использовать науку и технологию Для улучшения человеческой жизни Они должны стать инструментами достижения Общественно важных целей А не ввести нас в замешательство Наука должна служить Общественной практике И культурному развитию Они в свою очередь Должны служить науке Ясно Понятно Так, хорошо Что нам сейчас нужно Так это свет Чтобы нам дали свет Нам нужно скомбинировать Пустую зажигалку С непонятной Ну, в смысле С понятной Что тут непонятного Горящую зажигалку Мы используем На тебе И ты будешь гореть И это, соответственно Нам что-то даст Здесь у нас, соответственно Примерно то же самое Да? Отлично Хорошо Если нет света Мы сами создадим себе свет Что мне совсем не помешало бы Чтобы еще одна лампа стояла здесь Потому что Тут очень темно Очень-очень Ирен не мертва А что же тогда С ней произошло Уважаемый Мне может Белград Надо найти, нет? Может Волгоград Надо найти Что нужно сказать На самом деле Может быть Уван Баттер Ну, так Балды Хорошо Давайте вы знаете Что сделаем Мы просто Повернем Карту Может быть Мы найдем Что-то интересное Но что-то Мне подсказывает Что скорее всего Как-то Нет Так Мы попали С вами На Фарко Ага Да нет Пока на самом деле Я не знаю Что именно Мне тут нужно делать Возможно Волгоград Но я на самом деле Сомневаюсь Ладно Пусть будет Дальше Я думаю Разберемся В итоге Здесь у нас Никаких новых Зацепок Там у нас В принципе Наверное Тоже Ничего такого Нету Важно Будьте Ну В общем Короче говоря Точно Помните Время Когда вы Сюда Вошли Время У нас 4.27 Здесь по местным Часам У нас Время 4.23 Ну-ка Подожди-ка Мне кажется Или там Было 27 Все-таки А не 23 Ясно Понятно Так Меня интересует Еще один вопрос Что мне делать С прибудой Которая у нас Установлена Здесь Потому что Я так и не решил Эту головоломку У меня по-прежнему Нету Вообще Понимания Того Что Мне С этим Делать И Можно ли Сейчас Вообще На данный Момент Решить Потому что Вопрос Какой-то Непонятный Но тут у нас В этой комнате По ощущениям Так примерно Все И Основная Часть Гололомок Она сейчас Концентрируется Как раз таки Здесь И В ванной Наверное Новый мир А как она Открылась Я не понял Впустите Что за пульт Можно как-то телек включить сначала Потому что я ничего не вижу Но я вижу таблетки Это уже хорошо Наверное Они не мои Не стоит мне их трогать Хорошо Так Спокойно Инструкции по контролю Инструкции смотрителя На самом деле Ответственному за комнату 1-313 В настоящий момент Занятого С контрольным пунктом 2-9-7 Просьба Слушай Да получается Занайм Постоянно Кто-то смотрел Подготовить комнату Для объекта До того Как он проснется В назначенную дату Вы найдете Ориентационный фильм С дальнейшими инструкциями В комнате Так Ориентационный фильм С дальнейшими инструкциями Оставайтесь в контрольном пункте Пока объект Продвигается вперед Записывайте все его действия Раздел о чрезвычайных ситуациях Необходим на случай Если случится что-то необычное Когда все будет завершено Составьте заметку Для пресса О пропаже Субъекта Ой Объекта Чтобы стереть данные О нем Из имеющихся записей Прикинь Закончив с этим Соберите документы И оставьте их в контейнере За пределами контрольной зоны А Специалист по контролю качества H028 Отдел контроля Странная хрень у вас тут происходит Ребятушки Странная Отдел контроля 503 Чрезвычайная ситуация Чрезвычайная ситуация 1 Объект обнаружил Секретный документ контроля В котором упоминается Телефонный код 01138 Ага Он позвонил Активировалось аварийное состояние Он получил таблетки А металл Он принял слишком большую дозу лекарств Он потерял сознание Спустя несколько минут Объект очнулся И принял Дохенрон Похоже что Раньше он его не видел Все вернулось в норму Отдел контроль 503 отслеживания Так Выбрать дату для процесса 503 25 10 86 Объект проснулся 4 23 Правильно открыл ящик с инструментами Нашел приключатель Открыл дверь в ванную комнату Первая ломка без лекарств Правильно принял свою дозу металла Нашел Повернул рычаг Добрался до гостиной Правильно включил электропитание Свет включен Правильно активировал поворотные кнопки Чрезвычайная ситуация 1 Набрал номер 48151 И активировал видеопроектор Правильно принял дохедрон Включил дистопию Обнаружил рукоятку шкатулки Правильно подобрал защитный элемент Открыл последнюю дверь Включил Понятно И тут он типа убежал Ну видишь Бросил прям все И убежал Все попрежненно довольно странно Мне так кажется Что это камера слежения за нами Но при этом О-о-о Слушай Это нам явно пригодится Я пока не знаю Для чего она мне Игра серьезная Так ладно Что-то короче Игра свернулась Ладно хорошо, раз такие дела, то я предлагаю на этом на сегодня завершить и завтра в следующем видео уже попытаться понять что же, япона, мать здесь такое происходит потому что это на самом деле не очень нормально все, совсем ненормально я считаю это пипец, как интересно, да? я думаю, что со мной согласитесь я на самом деле не удивлюсь, если сейчас я бы вышел а тут стоял бы мужчина в черном и он выстрелил бы мне в голову черт его знает ладно, как бы там ни было, на этом заканчиваем увидимся в следующем видео игра просто торт, очень необычная и очень симпатичная как-то мать ее включилась и на этом все, увидимся всего хорошего, всем пока и на этом все, увидимся в следующем видео Субтитры подогнал «Симон»